Ровно год назад записывал видео про новую экономическую систему, где я рассказывал про демеридж и гипотезу, как это применять через применение системы лояльности, то есть давать скидки на товары. То есть это аналогичную валюту и выпуск этой валюты производить децентрализованным способом, плюс накладывать демеридж, то есть элемент мотивации для того, чтобы как можно быстрее оборачиваемость была. Эта идея имеет место быть, уже в принципе несколько лет рассматривали, с Рустамом Довлетбаевым готовили проект, инициировали по программе НТИ национальные технологические инициативы, ну потом выяснилось, что там нужно совсем другое и реальные инициативы там не очень проходят, но да ладно. Так вот, я сейчас пришел к выводу о том, что не все так просто. То есть вот метод внедрения, так сказать, или применения, мы пытались исходить из того, что есть потребность у предпринимателей в том, чтобы вести расчеты таким способом. На самом деле есть риски, значит, связанные с тем, что вот эти вот денежные суррогаты, так называемые, да, и правоохранители всячески выискивают такие прецеденты, да, и чтобы отчетность повысить, да, там, блюдят закон, так сказать. То есть для экономики это хуже, а палочная система, она исполняется. Так вот, я пришел к выводу, что без учета силовиков в этой системе, в принципе, она не будет жизнеспособна. То есть вот всякие такие подпольные переводы, да, анонимные, ну, и биткоин с этого начинался и сейчас, в принципе, так есть отчасти. То есть когда трансграничные переводы совершаются, ну, там, относительно анонимно. Оно имеет очень ограниченное применение. То есть это только между вот крупными несколькими участниками. А вот всем остальным они либо пользуются, ну, как инвестиция, да, вот, а в обычной жизни не пользуются. То есть, по крайней мере, из моих знакомых нету никого, кто пользовался бы криптовалютой в обычной жизни. Значит, как криптоактивы, то есть сохранение капитала или увеличение капитала, игра на бирже, переводы, ну, сохранение, да, там, переводы трансграничные, это да. А вот в посеведневный, там, кофе купить, хлеб, там, не знаю, за квартиру заплатить или одежду купить, такого нет. Почему так происходит? Значит, это связано с тем, что есть риски. Есть институт насилия, да, который называется государство, который определяет правила игры. Так вот, для того, чтобы применять вот эту новую экономическую систему, необходимо создать свой собственный институт насилия. Получается, что силовиков, ну, чудес не бывает, в принципе, это одни и те же люди. Значит, здесь весь вопрос работает на того, на кого выгоднее работать. То есть, это связано с доходностью и рисками. Понятно, что риски гораздо меньше там, где есть официальная власть, легитимная. Вот, постепенно в Российской Федерации власть свою легитимность теряет, ну, хотя все равно она сохраняется довольно сильной. Ну, говорят, что в ближайшие два года может все это меняться. Ну, так вот, поменяется, скорее всего, фамилия, да, там, царят с одного на другое, а система останется прежней. Для того, чтобы менять саму систему, ну, ладно, это гипотеза, да, то есть, там, скорее всего, будут изменения, вопрос, какие они будут. Если она будет оставаться такой же, то, там, через несколько лет люди поймут, что жизнь не улучшается, и, собственно, все вот эти косметические, там, изменения, они ровно ничего не несут. И тогда возникнет необходимость, собственно, уже в изменении системы в целом. То есть, ну, там, и экономической, и политической, и социальной. В сторону левых движений, мне кажется, это будет, это ближе распределение равномерное, не такое, как сказать, не должны богатые богатеть, а бедные еще нищать. Все-таки должна быть какая-то равномерность, чтобы, ну, справедливость сохранялась. Вот, собственно, такие мысли, то, что создание платформы силовиков, защиты, безопасности и создание цифровых платформ, связанные с образованием и медицинское обслуживание. В совокупности, вот эта новая экономическая система может стать довольно хорошим мотиватором для перехода силовиков из старой системы в новую. Но это произойдет только после того, как существующая власть свою легитимность растеряет. В общем, пока ждем. Ну, надо, на мой взгляд, готовиться, то есть делать IT-наработки, да, в принципе, они уже сделаны, и дальше вести пропагандистскую деятельность, рекламную кампанию. Это делается через партии, через движение. Собственно, я сейчас разбираюсь, кто чем занимается, чтобы либо присоединиться, либо, может быть, свое сделать.